Материалы уголовного дела об избиении врача в подмосковном Орехово-Зуеве переданы в следственный комитет. Глава СК Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам тщательно расследовать этот шокирующий случай. Напавший на врача накануне был арестован. Захват как в боях без правил, но это не ринг. Взбесившийся пациент избивает врача Орехово-Зуевской больницы. Брат привез сестру на рентген и озверел от долгого ожидания. От зубодробительных ударов рентгенолог Семен Михайлов потерял сознание. Он помнит лишь, как пара вошла в кабинет. Видел он их впервые. Потом конфликт, следующее воспоминание уже на больничной койке. Попросил у них направление, чтобы снимок не сделать. А они не дают. Спрашивают, ну, ты кто такой. Ну, значит, что-то не понравилось. Пока девушка пыталась его смирить, там как-то руки ей там удержать. И все такое. Парень, поэтому не то, поэтому слева, не то сзади, поэтому напал на меня. После нападения родственники поспешили скрыться. Ненадолго, спустя несколько часов, подозреваемого, 28-летнего Алексея Мироненко, задержали. Решать вопросы силовым методом для мужчины норма. Пару недель назад он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за нападение на человека. До этого дважды сидел за разбой. Ближайшие два месяца Алексей Мироненко тоже проведет за решеткой. Бойца арестовали на время следствия. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Алексей, вы зачем врача избили? Зачем так жестоко его избивали? Говорить для подозреваемого оказалось куда сложнее, чем махать руками. Перед родственниками врача он так и не извинился. Но рентгенолог Семен Михайлов этих слов и не ждет. У мужчины одно желание, чтобы обидчика наказали. Сейчас избитый восстанавливается в больнице. У него перелом кости лицевой части черепа. Легче стало с того момента. Нет? Все равно плохо? Пока да. Этот случай второй за три месяца. Все тоже Орехово-Зуево и все та же больница. История как под копирку. В ночь на 28 мая в ГБУ номер один крепкий мужчина напал на трех медиков. Тогда сильно пострадал врач-реаниматолог. Черепно-мозговая травма. Причина неадекватного поведения и желание ждать своей очереди. Сейчас в Минздраве разрабатывают закон, который ожесточит ответственность за избиение врачей. Анна Заброда, Андрей Ященко, Александр Акишин и Сергей Осин. Live.